Это был обвал, это было слышно очень сильно, камни просто посыпались, это была как сель. Он пользуется вот этим моментом, да, за 10 тысяч одну вот эту бочку, чтобы вот эту воду, просто воду туда же выкачать. Дом пострадал, только ремонт сделали, все ввесли нолем, все по низам затопило, все там вещи, которые внизу в шаблонах были, ну это вот, с огородом все вот это вот, баню затопило, курятник все это. Наш любимый город богат своей природой. Горы, реки и сады, именно это привлекает многих в мегаполис. Ведь жить гармонично и в бетонном мире, и быть единым целым с окружающими красотами действительно дорогого стоит. Но если мы относимся к этому неуважительно, недобросовестно, то неименуемо на голову сваливается наказание. Ведь природа ошибок не прощает. Нынешняя весна для Алматы развивается едва ли не по библейскому сценарию. Большая вода спустилась на пригород и некоторые улицы Алматы. Жители нижней части мегаполиса оказались заложниками стихии. Да так, что хоть строй, но и в ковчег. Продолжительные обильные осадки, которые начались в конце апреля, спровоцировали мощный городской потоп. Реки переполнились. Такой проливной весенней погодой, стоит отметить, алматинцы уже давно не припомнят. Экстренные службы, возможные паводки ожидали. 29 числа к нам поступило штормовое предупреждение, сказ гидромета, после чего департаментом была произведена рассылка СМС о том, что ожидаются дожди в горной местности и, возможно, паводковая ситуация возникнет по городу. 30 апреля в результате сильных ливней несколько местных речек вышли из берегов и затопили почти 40 домов в Алатавском, Житусульском и Нарусбайском районах. Стихия унесла даже жизнь человека. Спустя несколько дней после заявления об исчезновении студента одного из вузов города в реке Сентай нашли тело Санжарбека Арзиева. Известно, что за несколько минут до пика паводка парень находился вблизи речки и, возможно, внезапно оступившись, сорвался в бурный поток. Полицейским подстоит выяснить все детали этой трагедии. Мы будем дожидаться результатов судной экспертизы, которая проверит, были ли нанесены какие-либо телесные повреждения и имеются ли признаки насильственной смерти. Тут, короче, кошмар! Вы вот тут, вот эту сторону идите, мы вас там встретим! Это жители поселка Первомайка. Они в считанные минуты оказались заложниками природной стихии. Вечером, 6 мая, местная речка Султан-Карасу нарушила их привычный образ жизни. Внезапно вышедший из русла всегда спокойный водоем стал топить все на своем пути. Спасаться жителям частного сектора пришлось бегством. Кто что успел вынести из домов, с теми и остались. Сейчас это ЧП местные жители вспоминают как самые страшные минуты, которые когда-либо приходилось переживать. Это был обвал, это было слышно очень сильно. Камни просто посыпались, это была как сель. Просто был грохот. Мы начали смотреть, это все потихоньку-потихоньку обваливалось и все это покатилось оселью. Все. Мы пошли смотреть, уже труба, по которой мы ходили, она была затоплена. На бутылке все это, соответственно, все потекло, все то, что в речку скидывается. И все затопило. Впрочем, первомайцы говорят, что подобный исход дела ожидали. По их мнению, виновницей всего этого стала не матушка природа, а местная котельная, работники которой все время сбрасывали в реку мусор и грунт. Таким образом компания расширяла свой участок. Постоянно они сыпят. Даже сейчас вы приехали, стоите, снимаете, они стоят, смеются. Все это бесполезно делать. Это все это постоянно сходит. Это уже не первый раз. У них было первое предупреждение. Все равно они сыпят и сыпят и сыпят. Речку полностью всю засыпали. Ни пройти, ни проехать, ничего невозможно. Все это заливает, все это попадает к нам в дома. Местные исполнительные органы с мнением жителей поселка солидарны. Но сейчас, кроме советов, ничем помочь не могут. Так как компанию уже наказывали административным штрафом в размере почти 40 тысяч тенге. Но для частной теплоснабжающей организации, похоже, эти деньги капля в бурном потоке. И сбрасывать в реку отходы производство котельная продолжает. Наказать повторно в настоящее время запрещает тот самый пресловутый мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. Я так думаю, что с жителем надо просто собраться, коллективные заявления в суд подать на именно данное юридическое лицо, которое создало такую чрезвычайную ситуацию. И думаю, что с него надо вызыскать компенсацию, что у них хозпостройки, что это все потопилось, огороды у кого-то там. Разбушевавшаяся речка в тот вечер могла легко унести несколько детей, которые почти каждый день проводят здесь свой досуг. Это такой случай, что по чистой случайности никого не было. Потому что вот эта масса, это, скажем, немалая масса, что могло бы кого-то придавить здесь. Ну и, так скажем, еще, может быть, как бы погода была неблагополучно, дождливая, в связи с этим дети не играются. Потому что дети здесь всегда постоянно у нас. В прошлый год мы здесь находились, здесь дети играются, там кто-то рыбку ловит. Ошибки людей пришлось исправлять уже днем при помощи тяжелой техники. Русло речки почистили и начали укреплять берега. Почему этого нельзя было сделать раньше, вопрос так и остался без ответа. А это же Тесульский район Алматы, улица Бакиханова. Из-за ливней здесь не просто потоп, а настоящий разгул стихии и огромные проблемы для жителей. Пока одни отчаянно спасали свои дома, строя искусственные дамбы из мешков, другие пытались на этом заработать. Как будто заранее рассчитав, что в непогоду можно сорвать большой куш, на зону потопления стали съезжаться осенизаторские машины, водители которых предлагали откачать воду за определенную сумму. Стоит отметить, такса немаленькая. Он пользуется вот этим моментом. Да, за 10 тысяч одну вот эту бочку, чтобы вот эту воду, просто воду туда же... Экстренные службы, по словам местных жителей, ехать сюда не торопились. Телефонные линии ДЧС молчали, как будто связь смыла вместе с большой водой. Это было время 6 утра. Я позвонила, но долго не брали. Потом начало где-то полвосьмого позвонили, вот тогда только трубку взяли. Сказали, что отправили машину. Никакой машины, никого не было. За день топотопа на улицу Бакиханова приезжали работники районного Акимата и заверили, что люди могут спать спокойно, вода их в дома не придет. Вчера приезжали с Акимата, говорили, что все под контролем, то, что воду контролируют, то, что там спуск перекинут на Алматинку еще. Ну, ночью вода пошла, вот мы с 4 утра выкачиваем вот это все. Районам Акимате уверяют, сделали все, что смогли. Просто вовремя подъехать к каждой затопленной улице не предоставлялось возможным. Да и предугадать масштаб стихии было очень сложно. Сейчас, спустя полторы недели, все 37 потопленных домов уже освободили из водного плена. С первого дня мы выставили там технику, насосы. Началось 1 мая, мы начали уже выкачивать воды с подвалов жилых домов. Там же, вот я хотел бы сказать благодарность нашим жителям, они нам помогали, некоторые сами откачивали, у кого было насосы, они сами начали откачивать эту работу. И мы эту работу завершили, завершили 1 мая к вечеру. Мы почти все жилые дома освободили от воды, выкачали подвалы. И 2 мая мы начали работы по очистке территории, оказывали содействие жителям. Нам огромную помощь оказала МЧС города Алматы, выделив своих сотрудников, солдат. Также нам оказала помощь войсковые части, которые расположены в нашем районе. Уже на следующий день эксперты установили, по какой причине местная речка вышла из своих границ. Оказывается, она легко могла справиться с потоками даже при сильном дожде и течь по природному каналу, никого не беспокоя. Паводки именно в этом районе стали наглядным примером того, как сами люди провоцируют бедствие. Провели работы по очистке русла реки, вывоза твердобытовых отходов, которые, к сожалению, наши жители выкидывают на русло реки. Также большая работа эта проводится с населением. Сегодня мы комиссионно обходим все жилые дома, встречаемся с людьми, разъясняем, как это произошло. Но самое парадоксальное в том, что многие дома в этой зоне построены с серьезными нарушениями и узаконены. Несмотря на то, что находятся на водоохранной территории, где никаких жилых объектов не должно быть. Но происходило это давно, когда земля юридически находилась в составе области. Естественно, после присоединения районов к мегаполису людей уже не выселишь. У них есть право устанавливающие документы. Остается только одно – усмирять речку. Такое отношение властей города к новоиспеченным алматинцам смело можно назвать гуманным. Начиная от улицы Галилея, Летняя, Ангарская, она полностью, они прямо на берегу русла реки стоят. Во многие места там невозможно ни пройти, ни проехать. Из-за этого тоже действительно, это вина, наверное, наших жителей, что в свое время они застроили эти берега. У нас техника, ничего не может пройти туда. Поэтому мы пешим ходом это все, эту работу проводили. В настоящее время хотелось бы отметить, и мы жителям тоже разъясняем, в этом году выделены финансовые средства управления природных ресурсов по благоустройству русла реки Сентай. Порядка где-то свыше 700 миллионов тенге будет габионная система, будет делаться и бетонирование русла реки. И я думаю, что это не повторится. К примеру, только вдоль речки Карагалинка инспекторы архитектурно-строительного контроля выявили 18 нелегально построенных домов. Их можно было снести, подав в судебные инстанции. Но делать этого тоже никто не собирается, ведь здесь в основном живут социально уязвимые слои населения. Сейчас решается вопрос о легализации когда-то построенной недвижимости и создании безопасных условий для проживания. Эта надворная постройка была возведена в неположенном месте с нарушением всех строительных норм и правил. И ее падение было лишь делом времени. К счастью, никого в момент обрушения в бане не оказалось. Иначе жертвы не избежать. Сейчас место расчистили от строительного мусора, поваленных деревьев и камней. И власти принялись укреплять берег реки Ясентай. Стоит отметить, что большинство пострадавших от потопов сейчас от администрации города не требуют никаких компенсаций. Наверное, чувствуя вину за собой, что построили дома природоохранной зоны. Единственное, что сейчас просят жители потенциально опасных районов, это укрепить русло городских рек. В свою очередь, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям заявляют, что всегда мониторили ситуацию и предприняли все меры, чтобы весенние паводки нанесли наименьший ущерб алматинцам. Но, похоже, предугадать капризы погоды настолько точно не может никто. С февраля месяца уже начато проведение в готовность городской системы, также канально-орычной системы города в соответствии и очистка русел рек. То есть это с февраля по март месяц мы уже эту работу начали проводить. Вследствие чего очищено было порядка 102 километров арычно-канальной сети, 82 километра русел рек. То есть мы готовились к этому паводку, поэтому по всему городу, я не беру в учет нижнюю часть города, в верхней части подтопления были такого локального характера из-за того, что там мусором забиты арки. Это на месте сразу реагировали местные исполнительные органы совместно с департаментом ЧАЭС. Конечно же, потопы и оползни возникли из-за очень интенсивных осадков. Ливни, которые до сих пор не прекращаются, серьезно подпортили имущество алматинцев. Стоит отметить, с последствиями бедствия борются все сообща и администрации мегаполиса, и солдаты, и спасатели, и сами граждане. Вывезено и вывозится тысячи тонн грязи, откачано столько же кубов воды. Больше всего пострадали нижние районы Алматы. Это больше сотни домов. Дом пострадал. Только ремонт сделали. Все ввесли нолем, все по низам затопило. Все там вещи, которые внизу в шабанах были. С огородом все вот это вот, баню затопило, курятник все это. Сейчас единственная просьба, чтобы укрепили реку вот это вот. По всем подтопленным районам с инспекцией прошлось руководство Алматы. Учитывались все замечания пострадавших, а нарекания были. Городство Алматы. Городство Алматы. Городство Алматы. Пока экстренные службы пытаются реконструировать канально-орычную систему, небесная канцелярия готовит городу новое испытание. До начала лета ожидать прекращения ливней не стоит. Климатическая особенность Алматы такова, что именно апрель и май – это самые дождливые месяцы в году. Вот, например, в апреле норма осадков для города Алматы составляет 109 миллиметров, а для мая – 106 миллиметров. Ну, конечно, год на год не приходится, но именно в этом году типичная майская и апрельская погода у нас наблюдается с дождями, поэтому вторая и третья декады мая все равно дожди будут идти часто, возможны грозы, при грозах порывистые ветры. Не дожидаясь очередного разгула непогоды, в департаменты по чрезвычайным ситуациям создали специальную группу по разъяснению жителям опасных районов правил поведения в условиях природного бедствия. Основной упор на предгорные массивы, дачные поселки и присоединенные территории, жители которых в первую очередь могут пострадать от селя или оползни. Наш отдел, инспектора нашего отдела совместно с сотрудниками Акимата и с личным составом пожарной части номер 6 Государственного учреждения службы пожертвования и аварийно-спасательных работ проводятся мероприятия по вручению жильцам расположенных в горных местностях и в опасных участках с вручением памяток, уведомлений, брошюрок, где подробно указываются, где подробно написаны действия населения при ЧАЭС, при стихийных бедствиях, пункты сбора. Стоит отметить, многими не сразу был понят визит агитационного штаба. У людей возникала масса вопросов. Даже под угрозой потери имущества владельцы таких домов менять адрес проживания не собираются. Во-первых, в горах жить престижнее, во-вторых, здесь чистый воздух и меньше городской суеты. Вот такой получается конфликт интересов. Здесь был дачный район. Ну, сначала дачи были, потом дома пошли, начали строить. Ну, где-то жить-то надо, вот и живем. Экстренным службам пока удается только таким образом достучаться до понимания владельцев жилищ, которые попадают в списки риска ДЧС. Помимо профилактических бесед, эксперты вынуждены проводить юридические лекции. В общем, используются любые способы воздействия на сознание граждан. Незаконные построенные ваши объекты, они не подлежат, значит, восстановлению. Следующее. Ценная ваша одежда, предметы вашей роскоши, то есть внутри дома, значит, ваша дорогая мебель, ваши драгоценности, значит, золото и так далее, и так далее, при, допустим, при ЧС техногенного характера, природного и так далее, они не возмещаются. Если у вас, допустим, есть, что имущество ваше, которое вы застраховали, вы будете присели спрашивать только у страховщиков. Ясно, да, всем? Как показала практика природных ЧП последнего времени, те, кто остался без крыши над головой, так и продолжают быть без нее. В основном это владельцы нелегальных домов. Чтобы получить компенсацию, нужны законные основания. И поэтому сейчас у каждого хозяина подобного домостроения есть только два выбора – или переехать в безопасное место или ждать свои участия. И дело не только в том, что не у каждого из них есть возможность построить новый дом. Многие, к сожалению, просто не осознают всей серьезности природной стихии. Редактор субтитров А.Семкин